Революция в России произошла 106 лет назад. По данным опросов, проведенных фондом, общественное мнение, единого суждения можно ли было избежать революционных перемен у населения страны до сих пор нет. Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года. После революционных событий его брат Михаил, которому перешел престол, тоже от власти отказался. Руководить империей стало временное правительство, в состав которого вошли министры. Потом произойдет еще масса не менее трагичных событий. А уже 25 октября временное правительство было свергнуто большевиками. В Воронеже революция настала спустя несколько дней. Дом губернатора заняли воронежские партии. А в кинотеатре «Спартак», тогдашний «Ампир», расположились представители белого движения. Это место помнит, как в Воронеже проходили события Великой Октябрьской революции, как сейчас по-другому в школьных учебниках называется «Вооруженный Октябрьский переворот». Убирайте себе тот формат названий, какой вам ближе. Значит, надо обязательно соотнести эти события с событиями в Петрограде, где революция свершилась 25 октября, 7 ноября, по новому стилю. Но до Воронежа эти сведения не дошли. Почему? Дело в том, что телеграфом владели эсеры, доступ имели к нему. Они были противоборствующими сторонами. И поэтому они скрывали эту информацию. Но в городе закипало и до революции. Уже 24 октября на заводе «Рихард Полли», потом он станет коминтерновским, прошел революционный митинг. Остальные воронежские заводы также подхватили эстафету. Рабочие вооружались. Уже 3 ноября по предложению большевиков была создана Красная армия. А 7 ноября был создан военно-революционный комитет. Им руководил Моисеев. Из Петрограда к нам прибыли посланцы революции, скажем так, люди, именами которых теперь называется улицы города. Воронежцы живут на этих улицах. Улица Жилина, улица Кардашова и улица Моисеева. Именно они стали застрельщиками революции в нашем городе. Ну, дальше события протекают достаточно быстро, в течение пяти дней. Как говорится, тучи витают, мимо идут поезда, от железнодорожников проходят какие-то весточки такие разрозненные. Эсеры говорят, что да, в Петрограде было противостояние, но якобы большевики проиграли. Недалеко от улицы Свободы происходит стычка. Там находился штаб 8-й бригады. Туда отправились офицеры штаба в кинотеатре «Ампир». И туда же пришли противоборствующие силы 5-го полка. Начинается такой бой, можно сказать, в тумане. И одерживают верх революционные солдаты. Потому что те, кто охраняли штаб 8-й бригады, драгуны сразу же бросили и перешли на сторону солдат. В этой стычке погибает командующий Воронежского гарнизона, полковник Языков. К слову сказать, он был ни много ни мало краеведом, архивариусом, историком. Он не был профессиональным военным. И по разным источникам он сначала был ранен, потом его закололи штыками. И таким образом власть переходит в руки военно-революционного комитета именно 30 октября 1917 года. У власти захватчиков не было никакого плана, что делать дальше. После переворота в Воронеже продолжали работать прежние учреждения. Наступила своего рода настоящая анархия. А отдаленные населенные пункты о революции вообще ничего не слышали. И продолжали жить в старорежимном духе. Из любопытных фактов, в то время спирт считался государственной ценностью. И его строго охраняли. Потом решили, что безопаснее не охранять, а уничтожить. И потекли по городу реки не только крови, но и спирта. Винзавод на Кольцовска все спиртосодержащие вылил в канавы. И вот народ кинулся с разными емкостями, с ведрами, с чайниками, прямо из точной канавы рядышком, с ликеркой наполнять эти емкости, потому что всем хотел срывать вот такого дармового продукта, скажем так. Ну, а анархия – это вещь, конечно, страшная. Я скажу коротко, что рабочая дружина, которая стала главенствовать в городе, штаб ее находился вот как раз таки справа от памятника Платонова, Дом народных собраний, она упивалась кровью. И командовал ее бывший рабочий Чернышов, который прожил очень долгую жизнь, занимал высокие посты и все. И, конечно же, никогда эта сторона нигде не отвечивалась, не рассказывали об этом нигде. Прошли столетия, но по данным опросов Фонда общественное мнение, наши граждане о произошедшем не жалеют. И из года в год показатели тех, кто скорее за красных неизменно растет. Также остаются достаточно высокими показатели того, что современное российское общество по-прежнему считает Октябрьскую революцию великой трагедией для страны.